Всем привет, друзья! С вами канал SharaGames, меня зовут Егор, и сегодня мы покажем вам еще одну игру, которая называется Dragon Knight 2. Ну что ж, поехали! Ну что ж, друзья, я выбрал сервер S18 Chimera. После небольшой загрузочки мне дается выбор внешности персонажа. И здесь есть у нас 4 типа, это 2 мужчины и 2 женщины. Имя можно рандомайзить, то есть это очень круто, и не нужно заморачиваться над подбором ника. Вот, например, я выберу эту внешность и какое-нибудь имя, Оден Лойс, подойдет. И вот игра загрузилась, у нас происходит вступление, когда наш герой прилетает на драконе, ведь это Dragon Knight все-таки, драконий рыцарь. Так, ну и нам пишет НПСник, рыцари дракона возвращаются для борьбы с тьмой. Пусть благословение богини поможет тебе обрести славу. Начать путь рыцаря? У нас нет другого выбора. Так, и золотой рыцарь дракон предлагает нам задание, да? Да, здесь у нас, как и в Dragon Knight 1, идут диалоги, где вы общаетесь с NPC, узнаете их историю, более подробно углубляетесь в сюжет. Так, уважаемый игрок, золотой рыцарь дракон лично посвящает тебя в рыцаре, прими этот поздравительный подарок. Круто! Уже в самом начале нас задаривают подарками. Дальше тебе придется справляться самостоятельно. Ты этого хочешь? Ну, я принимаю задание, поэтому я иду один и будем изучать геймплей, как это все происходит. Так, выполнить задание. Вот. У меня сразу повысили уровень, повысились показатели атаки, здоровья и дали еще одну очко навыков, что, собственно, неплохо. А навыки, как вы знаете, это всегда хорошо. Я люблю навыки. Если вы тоже любите навыки, обязательно ставьте лайк. Беда пришла на святую землю. И мы берем квест следующий, после чего миленький бучок говорит нам о продолжении задания. Ну, в принципе, пошаговая боевка мне нравится. Если вы раньше играли в Драгон Найн, то тут ничего измененного, ничего необычного нету. И вот опять после сражения нам еще раз повысили уровень. Мы уже третьего уровня. Опять же, повысили атаку, здоровье и очки навыков. Так, ну и вторая битва. Нам дали уже второй навык, что, собственно, не может не радовать, который называется Святая Кара. Как я понял, он атакует по площади и наносит довольно-таки неплохой урон. Всего лишь одной этой атакой я вынес двух врагов. Вот, открыли новый навык, который называется Страшный Суд. Посмотрим, как он действует. А Страшный Суд, это, как я понимаю, ультимативная способность, которая сносит просто от боссов. Перед нами был Дракон, и я его снес на раз. Это реально крутой навык. Так, что мы видим дальше? У нас есть игровой магазин. Это хорошо для людей, которые могут вложить финансы и прокачаться быстрее. Вот, например, видите, я сейчас нахожусь в магазине и одновременно выполняю квесты. То есть я даже не напрягаюсь. Автоперемещение в этой игре реализовано очень хорошо. Далее в магазине можно будет увидеть еще очень много новых вещей, но новые вещи будут открываться с повышением уровня. Итак, друзья, у нас появилась Принцесса Амазонка. Это дополнительный персонаж, с которым вы можете взаимодействовать. Он атакует своими атаками. У него есть свой мувсет, то есть движения, которыми он атакует других игроков. И вам нужно только улучшать этого персонажа. Он все остальное сделает в бою за вас. Ну и наконец-то на девятом уровне нам дали маунта. Это призрачный волк, который будет служить вам верой и правдой. Также нам дали опробовать громовую нагу. Это класс, который относится больше к атаке, чем к защите. Поэтому он имеет высокий урон. Не забывайте об этом, что в вашей команде, в вашем строю должны быть персонажи, как защитники, так и наносящие большое количество урона. В будущем вам откроется много новых персонажей, но вам стоит соблюдать баланс. Потому что если вы возьмете всех персонажей на атаку, то ваш отряд будет быстро ложиться и некому будет защититься от удара. Ну и вот наконец-то мне дали десятый уровень. Открылись навыки. И у нас есть аж 10 очков для повышения их характеристик. Вот как видите, с улучшением этого навыка мой урон удара славы повысится до 150 единиц. В общем, я его улучшу на максимум, но как только мне это станет возможно. Также в начале игры вам дают пробный премиум. Это для тех игроков, которые сомневаются, стоит ли вообще его брать или нет. То есть вам дают маунта, который намного быстрее волка. И стартовый набор, в котором есть реагенты для улучшения и другие материалы, которые понадобятся вам дальше в игре. Ну что ж, друзья, это был обзор игры Dragon Knight 2. Если вам понравилось это видео, обязательно нажмите лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео. С вами был канал Shara Games и я, Егор. Всем пока!